здравствуйте дорогие телезрители сегодня у нас новый гость который хочет рассказать о о себе хочет поделиться с вами и свою историю того как она переезжала из украины лиза директор языковой школы литера языковая школа которая обучает мигрантов польскому языку и насколько я знаю уже не только ему а и многим другим интересным вещам о котором о которых собственно лиза нам сегодня и расскажет лиза скажи мне пожалуйста относительно того как давно ты приехала в польшу здравствуйте в польшу приехала я в четырнадцатом году и приехала я по на обучение в магистратуру у меня наверное такой мечтой было еще с года двенадцатого о том что я хочу получить европейское образование и я уверена шла увы с двенадцатого года не могла все бросить в украине приехать потому что нужно было окончить все-таки обучение и в четырнадцатом году так все сложилось что поступила на бесплатное образование на бесплатное обучение в университет рославский на факультет администрации права экономики скажи мне пожалуйста как именно ты решилась все-таки приехать уже в четырнадцатом году как сложили звезды какие факторы повлияли собственно на то что вот ты поняла что необходимо приезжайте в польшу сразу скажу что меня точно не затронула экономическая ситуация в стране наверное это просто о том что я понимала что я не вижу себя в украине и нужно куда-то двигаться дальше наверное это тоже еще возможно возраста что я еще молодая можно попробовать 20 и 21 год я уже праздновала в польшу то как бы в принципе можно сказать даже у меня наверное было желание такое вырваться слегка с тепличных условий потому что я понимала что живя с родителем да я умею все это делать но нужно посмотреть как я могу смогу ли я справиться самостоятельно когда ты собственно сюда приезжала ты уехала на учебу сейчас ты уже собственно уже являешься директором школы языковой в какой из моментов ты решила для себя заняться бизнесом именно выбрала эту сферу бизнес как бы наверное изна изначально начну с того что первой работой здесь часа случайные оказалось то что меня пригласили быть ассистентом дураци финансового то есть на тот момент я еще не знала что это означает работа была довольно таки интересно это просто нужно сидеть анкетки сверять вводить в систему и как бы да для для первой работы в принципе для студентки это было отлично так как это все-таки была временная работа приходилось еще как-то все-таки себе на жизнь зарабатывать и не скрываю работала и на посуду и мыло посуду и официанткой работала и так как-то сложилось в сфере гастрономии что работаю же официанткой заметили и мне предложили быть правой рукой в открытии ресторанов во вроцлаве в центре там как бы это наверное так три месяца было и они все-таки понимали о том что место расположения не особо и попросили некоторых работников уйти я еще понимал тот момент что мне нужно все-таки магистратуру защищать писать работу я как бы по своей воле ушла потому что понимала что он карьерного роста там уже нет идею бизнеса наверное осознала в тот момент что я как иностранка не могу претендовать во-первых на государственную должность потому что независимо от того юридическое образование или оконченным окончена магистратура в польше она мне не поможет все-таки нужно иметь гражданство было и я поняла о том что нужно как-то двигаться в связи с тем что помогала родителям даже возможно стала такой таким толчком в переезде их о том что я настояла то и на их возможно опыте они не были таки подопытными кроликами я понимала как это все выглядит о том что во первых как это сложно все моменты с легализации с языком и так далее и тут как бы идея да это все-таки того что языковая эта школа и изначально я преследуя не как языковую школу цель а как создание центра интеграции центра который помогает иностранцам на любом этапе интеграции ну и плюс это как бы помощь в адаптации наверное уже по месту когда все-таки у тебя родилась уже идея непосредственно открытия этого центра в семнадцатом году когда 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 в принципе и повстала школа наша с какими сложностями собственно ты столкнулась когда решила все-таки открытие школу центра да с какими сложностями с какими формальностями скажем так тебе пришлось не буду лукавить что ни с какими но я не скажу что были прям какие-то кардинальные потому что школу мы открывали у нас изначально была такая и мешанка потому что у нас учредители были как один человек польской национальности белорусы я украинка возможность за того что было все-таки польская поддержка так назовем да то возможно какие-то моменты в государственных инстанциях у нас проходили намного проще проблемы трудности это наверняка это ожидание ты бюрократия бумажку на бумажку что в украине что в польше знаете я не могу судить потому что в украине я не застала этот момент еще вот наверное проблема такой переезда да о том что все-таки в украине были родители и в любой момент могли позвонить где-то попросить договориться либо подсказать уже я целенаправленно шла туда а тут как бы я понимала о том что ну сама вот звонить некуда и это возможно как бы так такой минус я назову и то что мы все-таки когда открывали изначально это да как люди считают о том что ну смотри приходит столько-то человек открывается группа там аренда зарплата все короче остаешься в плюсе все идеально но конечно же не так это тоже себе нужно было зарекомендовать чтобы люди узнали во-первых качество да и потом чтобы уже работала сарафанное радио если какие-то нюансы открыли видение здесь в польше именно такого бизнеса до ведения школы языковой для иностранцев которые наверное проблема сама заключается в государственных инстанциях нет единой системы увы и как бы я не пыталась изучать законодательство мой опыт все-таки да и в украине и и тут хотя бы минимальный то мне никак не помогал и даже порой проблема в том что ты не знаешь куда обратиться каждый инспектор по-своему объясняет это да как это и каждый юрист поэтому наверное это является основной проблемой для меня как для предпринимателя потому что я бы хотела дальше идти развиваться но всегда есть какие-то преграды и не хочется сразу захватить все сразу что потом не значит с этим делать поэтому приходится все очень постепенно и наверное из-за того что все таки мы рождены в то время и нам хочется да как можно сразу быстрее и и что и чтобы все уже было готово я смотрю ты говорила относительно того что как бы какой-то из момента может и продолжались сталкиваться столкнулась с тем что не было не хватало тебе какой-то информации на том как вести фирму и боже какие-то сложности связанные там все юридическими нюансами где ты подчеркнула все-таки какие где ты черпаешь эти все знания до куда бы ты посоветовал бы людям к примеру которые желают в целом открыть любой бизнес больше которые сталкиваются с подобными проблемами куда бы ты собственно могла посоветовать людям обратиться где они бы могли подчеркнуть ту либо иную ту либо иную информацию для решения своих каких-либо вопросов в любой ситуации независимо это бизнеса или там легального нахождения всегда советую людям отправляться беспосредственно к органам которые этим занимаются если это ведение и открытие бизнеса да то это конечно же крс если это открытие фирмы если это деятельность там чп то в цедге ужин тмейский законодательству отправляю сама читаю и даже порой нахожу минусы законодательства о том что не всегда законодательство которое регулирует именно какая-то устава закон ту или иную деятельность не всегда сходится с кодексом либо с той же устава иностранцев поэтому еще выручают наверное добрые люди которые работают все-таки в этих государственных инстанциях и уделяют информацию когда понимаю о том что ну замкнутый круг то наверное где-то у знакомых которые понимают что проходили возможно эти этапы как у них это было ну и опять же по знакомым наверное социальные сети как у кого было и тогда уже понимаю на что стоит обратить внимание да как и нахожу здесь ответ и обращаюсь чтобы все-таки законодательства сейчас хотелось бы поговорить немного уже больше непосредственно школе твоей как много людей прошло через свою школу скольких людей ты научила польскому языку честно признаю что в этом году нет не подводили в этом году было намного больше чем в семнадцатом восемнадцатом но скажу так что доходит уже вплоть до того что даже когда я рекрутирую этих людей которые ученики учились до лица я помню именно не всегда фамилия это уже тоже зависит от были ли какие-то документы либо виновниками были то я понимаю о том что иду по улице и люди они так идут улыбаются я думаю знаю я не знаю думаю тоже улыбнусь этим людям как вижу что с их стороны нету там здрасте или добрый день и поэтому вот но недавно была ситуация мы школы и от фундации нашей запускали сейчас это работает youtube канал школа литера под названием и была такая ситуация что на улице стояли на остановке и женщина одна говорит о я вас по телевизору видела да да как бы такая не мини возможно скажу так что у нас наборы в школе проходят каждый второй месяц и в сентябре мы запустили 6 групп но и время мы запустили 5 групп ну то есть все таки какая такая численность сколько можно было бы обозначить людей которые можно было бы больше но если так примерно посчитать что да если в каждый второй месяц у нас стартует 65 групп а в этих группах по человек 78 ну то есть так среднем арифметическим с математикой не особо дружу не готовилась не знаю возможно ну то что больше 200 это точно 250 это очень большое количество людей на самом деле стараемся скажи мне пожалуйста как собственно директор руководитель школы на языковой сложно ли выучить польский язык ой так как понимала о том что в мне нужно ехать получать образование лицом в грязь не могу упасть потому что ну как бы сама шла к этой мечте то в украине еще перед поступлением посещала курсы так как это было все таки необходимо для сдачи государственного экзамена обучалась тогда 9 месяцев этот было по два раза в неделю но и когда ты изучаешь язык не находишься в польской среде а еще занимаешься другими делами и мало уделяешь этому языку скажем три часа в неделю это действительно мало домашней работы иногда не всегда выполняешь то по итогу ты получишь результат который все таки которому сам пришел получилось сдала государственный экзамен приехала в польшу и на тот момент я ехала и думала ну все знаю язык проблем не будет коммуникации и почему-то в первую неделю сейчас рассказываешь мурашки в окружу в первую неделю я я настолько была потерянным котенком не знаю с чем это было связано даже несмотря на то что приезжала пока по программе где нас встречали волонтеры у нас была поддержка нам было кому обратиться русскоязычная либо там украиноязычная и были люди в принципе которыми я заранее общалась в социальных сетях которые поступали по этой же программе мы здесь уже были так сплоченными но адаптация была скажу очень фатальная вплоть даже до того что я понимал о том что я знаю только деньку и день добрый припрашиваем то есть стандарт любого иностранца и это несмотря на то что ты в украине училась на 9 месяцев до что проблема наверное это точно является психологическое какое-то влияние этот языковой барьер и возможно еще то что не каждый поляк да уже сейчас я понимаю о том что они просто переспрашивают потому что не услышали а на тот момент это казалось о том что они не понимают как же это объяснить какими другими словами и порой даже приходилось объясняться просто на пальцах потому что страдаю до сих пор топографическим кретинизмом и так как вот еще это адаптация в первую неделю я на галерии доминиканской стояла я вообще не понимал в какую сторону мне ехать это и на самом деле было очень страшно потому что но я не знала родители нет знакомы как бы особо позвонить там они мне даже не подскажут и даже порой обращалась к полициантам либо страже мейской подходила говорила сразу что я неплохо разговариваю я не вижу скажем да вплоть даже брали за руку проводили отводили меня подсказывали в институте тоже проходила этот барьер потому что даже независимо от того что по спискам можно прочитать о том что это иностранец на имя фамилия выдает то преподаватели даже когда спрашивали то но приходилось как-то говорить после занятий все-таки подходила к учителям говорил о том что мне сложно на данный момент да ну как бы если вы подскажете обратить отправить меня какой-то литературе то я с удовольствием приду на пересдачу потому что понимала что так нужно с одногруппниками приходилось тоже объясняться первое время и со временем это все вот как бы это ни было но когда ты находишься в этой среде то ты вот ну что-то происходит вот так вот что ты начинаешь говорить на этом языке и я поняла том что минусом изначально у меня было что я находилась в там где было русскоязычное общество и польский язык бы в принципе только в институте там в магазине а когда уже был проект и мы все-таки с польской группы поехали в другую страну и я понимал о том что ну вот все нужно нужно говорить и еще повезло том что была девочка которая знала русский полька и вот это для меня на самом деле стало очень большим толчком потому что я приехал уже мои друзья поляки они говорят ну ты классно говоришь на польска я думаю фух слава богу прошел этот этап да скажи пожалуйста как ты считаешь польский язык является сложным языком потому что но все мы знаем что поляки сами любят хвастаться тем что у них входит язык в десятку одних из самых сложных в мире как ты считаешь относительно этого что ты можешь сказать да сложный каждый язык сложный даже для поляка будут русские либо украинские белорусские сложные это это другой язык когда говорят о том что то языки похоже ну как сказать я знаю украинский знаю русский но мне особо это не помогло и даже сейчас сталкиваемся с тем что у нас ученики когда сейчас большинстве приезжают с россии и они говорят то украинцам проще дается или белорусов а украинцы наоборот на белорусов белорусы на украинцев и поэтому вот так слегка получается да язык сложный его нужно учить и наверное в любом языке считаю помогает проведение аналогии либо ассоциации какой-то потому что но есть слова есть похожие и не знают из истории идет или все-таки шутки о том что поляки специально поставили эти ш и ж да чтобы иностранцы их не могли понять но ей потому что есть слова действительно где вот ну можно же было сказать без этого ш есть там р и на и получается слово как как мы говорим какие бы назвать такие самые сложные слова которые тебе были тяжелые для запоминания да мы потом напишем собственно внизу потому что может быть наверное первым было это когда я столкнулась пшичемберца и даже порой бывает когда хочешь быстро сказать то просто ты заговариваешься еще слова но не исключение то что грегош бжушчукевич и до сих пор наверное не не могу сказать стул с повымыванными ногами ну то есть вот наверное вот эти фразы которые они для всех являются проблема и каждый день я это не не тренирую перед зеркалом из таких 6 6 м ству потому что в институте когда было все-таки там и криминальное право административные процессы я понимал то что это терминология являлась все-таки сложной и помимо того что стояла передо мной задача я читала я все понимаю сказать я не могу думаю ладно но буду писать своими словами потому что законодательный язык это один язык а наш человеческий это другой я начинала себе выписывать я понимал о том что просто кошмар какой-то ну повторяя из изо дня в день повторяя это ты просто начинаешь осознать что нормальные языки в как бы нормальный язык нормальные слова просто нужно учить нужно не лениться а скажи пожалуйста относительно того что у тебя недавно начался скажем так новый этап немного в жизни лиза создала насколько я знаю фундацию red расскажи больше об этой фундации чем она занимается чем собственно почему ты пришла помимо ведения бизнеса еще и к открытию скажем так общественной организации можно сказать это аналог сразу скажу что фундации в данный момент фундаторами являюсь я и мой муж и я его так говорю ну давай давай ну давай попробуем и идеей изначально было то что я являюсь школой и куда бы я не обращалась за помощью либо пригласить какого-то эксперта с госинстанции то мне всегда было отказано потому что простите вы скажем так вы фирма и вы имеете преследуете цель зарубковая даже когда я рассказывал о том что мы проводим массу мероприятий как бесплатных для иностранцев и порой даже обращаются сами поляки потому что они нуждаются скажем так в таких шкалениях для как трудоустроить иностранца то я понимала там что ну просто я со связанными руками я дальше просто никуда не прыгну поэтому была идея то фундации создание тоже столкнулись со всеми моментами бюрократии хотя казалось бы да то идеи этого является опять же таки это помощь это консультации и когда человек приходит в фирму то у него сразу уже изначально какое-то отношение к чем к этой фирме о том что они где-то там хотят с меня содрать деньги скажем так а когда человек приходит фундации он понимает том что все безвозмездно хотя что там что там я мы не преследуем эту цель вот и в будущем все-таки есть тоже свои идеи есть проекты которые я понимаю том что можно только развивать благодаря фундации общественной деятельности поэтому фундация red стала таким нашим вторым ребенком в семье когда именно она была зарегистрировали нас официально в к и россии 4 октября то есть мы вообще очень-очень маленький месяц как у вас зарегистрировали несмотря на то что как бы мы маленькие молоденькие понимаю том что осилить все сразу не могу потому что нужно пройти тоже моменты как правильно куда нужно сглашать какие-либо там деятельности наши проведенные то несмотря на это мы проводим бесплатные консультации семинары на разные темы связаны с иностранцами за это короткое время я знаю у вас уже были несколько проектов да как много людей уже их посетила и вообще часто ли к тебе обращаются люди за помощью не даже не в рамках самой фундации я знаю что у тебя очень много людей приходила к тебе в школу да много да много и на самом-то деле когда после какого-то семинара до прихожу домой и муж прошу ну как ну как я говорю слушай классно так было ну супер и когда я рассказываю о том что да вот люди что действительно приходят они заинтересованы они черпают я не выходят и благодарны то это самое лучшее я считаю благодарность это так я понимаю о том что это делается просто не зря за ну два месяца да так на за месяц даже да это октябрь и ноябрь фундации мы проводили встречи на темы легализации на тему открытия бизнеса и кредита на жилье еще были помимо это разговорный как бы до связанные с языками то очень много заинтересовавшись и и минус в том что мы ограничены все-таки помещениями на мы максимум можем 16 человек посадить а когда люди все-таки заполняют регистрационные анкеты и они говорят а можно еще можно еще говорю давайте мы вас на регистр на дополнительный лист внесем освободиться местом у вас пишем пригласим верит я готов со своим стулом прийти я даже готов стоять то есть я понимаю о том что все таки мы ограничены увы государство нам не помогает потому что тоже не обращалась за уделение места до большей площади но мы сотрудничали с одной библиотекой довольно и минус просто что они работают до 18 до 19 часов когда все таки люди с работы приходят только поэтому поэтому пока так вот собственно у тебя уже есть фирма да у тебя есть фундация как целом ты оцениваешь свою жизнью здесь в польше что тебе что тебе здесь больше нравится нравится наверное первое что я обратила внимание на что обратила это то что здесь размеренный образ жизни как бы я там не жаловалась о том что долго ждем то все таки я понимаю то что здесь можно расслабиться можно просто пойти в обед попить чашку кофе ты понимаешь о том что ну никуда твои дела все таки не не убегут плюсом еще считаю то что европейцы не гонятся за за каким-то вымышленным статусом скажем так у них нет понтов может какие-то единицы все таки но и на самом деле это очень привлекает когда я куда-то прихожу и там говорят ой вы так хорошо горите на польском ну надо же иностранка фирма я не считаю это каким-то достижением потому что я преследовать преследовала цель да не никак мне на я не хочу на кого-то работать хочу открыть а цель того что я хочу что-то делать хорошая просто поэтому вот наверное это меня и так поддевает все таки не знаю в поляках европейца сложно сказать здесь уровень жизни все-таки понимаю том что в любой другой стране постсоветского пространства ты можешь только мечтать наверное о кредитах о покупках там машин поэтому ну наверное пока все из таких вот явно выраженных если там сидит а можно долго копаться я недавно тоже подготавливала такую статью плюсы и минусы и вроде и и и плюсов так много а вроде то что является плюсами иногда является минусом а иногда минусы являются плюсами но минусы не перечеркивают плюсы но если здесь значит нет чтобы могло бы тебя заставить на самом деле вернуться обратно в украину ничего вообще ничего мы недавно вот разговаривали с родителями и планируем сейчас продавать там недвижимость и я говорю знаешь жалко как то что все таки там где выросла тут двор но я не смогу приехать туда попрощаться в тот момент а как произойдет эта продажа по полу известно на всем причинам ожидания документов и я понимаю о том что вот только наверное какие-то воспоминания держат а так нет моя семья здесь родители единственное что у нас как бы бабушки остались в крыму живут но есть социальные сети где можно созвониться поэтому лишь после пяти лет жизни в польше уже связи из украины особо нет да но эти больше еще скажу что я когда сюда приехала и понимал о том что проблема у меня начинается с языком с создачи экзаменов то я понимала как сложно нет я не справлюсь в один момент я понимала о том что родители все-таки были поддержка не ряд но слушай если не получится всегда можешь вернуться я говорю нет как это я рину либо только вперед потому что но это шаг назад и наверное все-таки мое внутреннее что-то вот просто меня не пустила не дало слабинку чтобы ты могла посоветовать людям которые вот только собираются в польшу только собирается в иммиграцию которые думают куда еще ехать да как это все будет у них происходить чтобы ты им посоветовал вода и в целом такой вопрос скажем наши уже стандартный вопрос относительно того по твоему мнению что человек должен взять с собой чтобы его переезд был максимально простой на что у него должен быть там чемодан деньги и паспорт все остальное можно купить мы даже готовили тоже такую заметку о том что действительно что нужно наверное да аптечка потому что многие таблетки лекарства отпускается по рецептам а все остальное можно действительно купить и я даже не вижу смысла вести там подушки одеяло постели какие-то да там посуду да да и потому что они не владеют этой информации они не знают посоветовала бы это точно вот чтобы люди семья если да планирует то чтобы они изначально сели и спланировали вот мы приезжаем куда мы двигаемся дальше да вот мы там находим квартиру мы должны эту квартиру заселить как-то и если здесь или значит пойти в магазин посмотреть сразу цены все из доступно в интернете в социальной сети можно спросить как называются магазины просто зайти посмотреть поэтому наверное проблема этих людей которые сюда приезжают и все-таки говорят что тяжело там по многим аспектам но в первую очередь потому что они не владели всей информацией ленятся они не ищут информацию то что информация действительно есть даже вот мы являющимся центром информируем советуем когда люди еще наверное этот барьер человеческий когда они думают что ну как-то неловко спросить а у нас есть которые действительно спрашивают уже изначально заранее а скажите в какой магазин я могу пойти какие районы намного лучше там не знаю школу какую посоветуете мы хотим частно то есть они уже понимают как это в сравнении но еще разница есть когда люди эмигрируют не только со своей страны со своей зоны комфорта а с другой стороны приезжать сюда у них уже скажем так есть опыт эмиграции поэтому они уже знают как какие инстанции что и куда куда бежать куда обращаться хорошо мы сейчас вернемся к нашей рубрике постоянно таблиц вопросы хотелось бы тебе задать вопросы которые получите условно короткие ответы первый наш вопрос сколько времени необходимо чтобы выучить польский язык зависит от человека правда у меня есть ученики которые учили за месяц и действительно начали они открывают свои деятельности предприятия было экспресс это до месячный этот курс был за полгода у нас опыт что люди тоже окончили увы есть да я не скрываю люди которые год могут учить и причем что они два года до этого находились ленятся не приходят мы проводим бесплатные мероприятия разговорные клубы и наши наши же ученики не приходят на наше мероприятие лени к сожалению некоторым да скажи мне пожалуйста как ты любишь отдыхать и где обожаю путешествовать и мы с этим с мужем сходимся люблю познавать новые места знакомиться с новой культурой пробовать новую еду отдыхать точно могу сказать что это проведение все-таки времени с близкими с семьей что для тебя является главным в жизни семья семья и здоровье и на этой позитивной ноте хотелось бы сегодня закончить очень приятно было поговорить с тобой взаимно вам удалось тоже встретиться к сожалению долго времени пришлось нам организовывать это мероприятие смотрите нас дальше подписывайтесь на наш канал ставить ставьте лайки комментируйте и если у вас будут вопросы к лизе вы можете всегда оставить их в комментариях мы их со своей стороны уже будем передавать всего доброго до свидания до свидания